Многие жители района Игершельд недовольны работой своей управляющей компанией. Одним обещали залатать все ямы на придомовой территории, а другим покрасить фасад дома. Но, как известно, обещанного три года ждут. Жителям домов по улице Крыгина и вовсе не везет. Они ждут обещанного больше пяти лет. Порядка 30 жителей района Игершельд собрались возле дома номер 34 по улице Крыгина на встрече с кандидатом в депутаты законодательного собрания Приморского края Русланом Кондратовым. Годами горожане живут в неблагоприятных для этого условиях. Проблемы банальны. Дома не покрашены, придомовые территории не убраны, детских площадок нет. Письма в различные инстанции так и остались без внимания государственных структур. Люди не видят выхода из ситуации, которая тянется годами. У жильцов просто опускаются руки. Знаете, чему больше всего поражаюсь? Вот вы говорите, да, там площадка, там многие вещи там не делают. Безнаказанность. Вот больше всего поражаюсь безнаказанность. И народ, и народ реально больше всего возмущен именно этим. И устали от этого. На встречу с кандидатом в депутаты законодательного собрания Приморского края Русланом Кондратовым пришли не только жители домов по улице Крыгина, но и горожане, проживающие на соседних улицах. Жителей такого большого района, как Агершельд, объединяет общая проблема. Как говорят они сами, живем почти в центре, а такое ощущение, будто на каком-то отшибе. Чувствуем себя брошенными и забытыми. Чаще и чаще задаются вопросы, где наши детские сады, где наши нормальные детские площадки, почему у нас перекопано и все брошено по углам, почему грязь возле подъезда. Это должны слышать настоящие реальные депутаты. Являясь депутатом Государственной Думы от Приморского края, Руслан Кондратов подготовил запрос в прокуратуру Приморья. Под этим документом подписались все пришедшие на встречу жители Игершельда. Горожане надеются, что при помощи Руслана Кондратова они будут услышаны и в ближайшее время на них обратят внимание государственные структуры. Очень важно понять, что вопросы элементарные, которые решаются быстро, которые решаются путем коммуникации персона, депутат и управляющая компания, когда можно просто-напросто выступить посредником от большого количества граждан, когда можно выступить посредником от целого района города и сказать правду в управляющую компанию, о том, что необходимо это сделать надлежащим образом. К сожалению, мы не видим в этом плане понимания между управляющей компанией и депутатами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дисклейisch в Государственной Думе и Международном Комитете. И летал, и в Эстонии был, отличал в Монголии, Японии, в Новозеланде, вот этот мой кусок был азиатско-пикокеанский. Но могу сказать одно, что вы все правильно говорите, только вы не вспоминаете про тех людей, про марш и СССР, когда выходит, ноги вытирают, а потом за то, хорошо? Когда ноги вытирают, вот о наших, понимаете? Вот про это не говорите. Потому что они продались, и сейчас у них там поставили ракеты против нас. Тоже вот про это надо говорить, и надо помнить. А по поводу порядка, я в этом с вами согласен. Говоря сейчас о создании государственной управляющей компании, я считаю, и это должно быть именно так. Нужно ее создавать правильно, с самого начала. Поэтому и не пишем натяп-ляп этот устав, и не подаем его лишь в боках. Человек должен платить только за фактически реально употребленную услугу. Взял тепло, по факту заплатил. Взял свет, по факту заплатил. Подпустила стоянка к тебе, значит уголовная ответственность. Как везде. Почему в Китае могут объявлять смертную казнь наркомана, а у нас мы все думаем, нельзя или можно? Таких примеров очень много. Нужно с самого начала строить фундамент в порядок. И тогда все будет стоять долго, годами, и люди будут довольны. Ответил на Ваш вопрос? Давайте. Папульгар, он обогрел. Дом, фасад дома давно обещают. Вы обещали? Давно обещают как намонтировать фасад дома. Ну это неоднократно. Но высыпали не там. как стоян обожженный дом и это статуирование не покращено, но и ребят не будет не статус, не статус, не статус не статус, не статус, не статус мне к вам большая польза для этой цели мы как раз и собираем посты вы тогда будете ставить посты? надо было там прямо и поднять сейчас помои помостники подойдут и так и написать многократно обращались по поводу ремонта и когда будут проверять эту управляющую компанию конкретно обращаться ничего не сделает а вы почему молчите? я провокатор да ладно нам с провокаторами наоборот полезно общаться